Геннадий Аркадьевич, наш с вами разговор можно в том числе рассматривать как продолжение нашего спецрепортажа о коррупции на Березовском мясокомбинате. И вот там я запомнил слова одного из фигурантов. Он сказал, что если человек в этом преступном бизнесе уже 15 лет, то он становится махровым функционером и его голыми руками не возьмешь. На самом деле это такое. Заявление сильное. У вас какие контраргументы против него? Ну, на самом деле это не заявление, это глупость. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Давайте начнем с статистики, потому что самое правильное, самое честное, что есть, это конкретные кейсы, конкретные выявленные преступники, пресеченные коррупционные схемы. В этом году мы выявили 3100 преступлений в сфере экономики. Вопрос, много ли это или мало. Треть от всех преступлений это сельское хозяйство. Каждое третье преступление имеет признаки коррупции. И тот упор, который мы делаем, это упор на пресечении коррупционных схем. Ведь то, что было в Березе, это такой классический факт системной деловой коррупции. Иными словами, находится коммерсант, который поставляет, ну, примитивно к Березе, это добавки для производства мясных изделий. Но точно так же до этого мы выявили схему там, где поставляли запасные части и ветпрепараты. Так вот, находится коммерсант, который делает коррупцию части своего бизнеса. Иными словами, для осуществления своей маркетинговой стратегии, продвижения своего товара, для него совершенно нормально дать взятку. С другой стороны, сидит нечестный руководитель, для которого точно так же нормально эту взятку взять. В конечном итоге, какой негативный эффект для экономики? Ведь завышенная стоимость товара ложится на себестоимость продукции. Себестоимость продукции ложится на нас с вами, как на потребителей. Все это в конечном итоге влияет на привлекательность продукции. А мы потом думаем, а как же эту продукцию продать на внешнем или внутреннем рынке? И то, что на протяжении 15 лет один носил, другие брали, в конкретной истории с Березой, состоявшийся уважаемый руководитель, в настоящее время находится в СИЗО. Коммерсант, сфера деятельности которого охватывала всю республику, и поверьте, Березовский мясокомбинат – это только один эпизод, были еще другие комбинаты в других областях республики, он тоже находится в СИЗО и дает показания. И мы дойдем до каждого, кого коснулась эта коррупционная схема. Есть такая связка – один дает, другой берет, всем выгодно. Каков у вас инструмент вскрывать вот такие ячейки и разрывать вот эти связи, когда, в общем-то, никто, кроме общества, государства не страдает? На самом деле страдают все, потому что коррупция поражает любые слои общества. Наивно полагать, что коррупцию можно победить – нет. Но минимизировать негативные последствия для экономики возможно и нужно. Это наша главная задача. Мы – оперативное подразделение, поэтому, владея оперативной информацией, мы начинаем ее проверять и в конечном итоге подтверждаем. У нас есть полный набор технических средств. Вот все, что показывают в фильмах и сериалах, все есть у белорусской милиции. Все используется. Мы живем в цифре. Соответственно, любое телодвижение, особенно если это связано с экономикой, с заключением договоров, с исполнением договоров и так далее, так или иначе можно просчитать. Поэтому высококвалифицированные специалисты подразделения ГУБУПа в данном случае начинают с анализа финансово-хозяйственной деятельности отдельного взятого предприятия либо коммерческой фирмы. И когда мы видим явный диссонанс в отпускных ценах, в ценах на сырье и так далее, мы начинаем понимать, что что-то здесь не так. Далее идем, собственно, по цепочке. Поверьте, это очень тяжелый, очень кропотливый, высококвалифицированный труд оперативных подразделений. Прононсируйте, что дальше нам ждать. Вот мы видели в молочной сфере весьма резонансное дело бабушкиных рынков, в мясной отрасли тоже люди, в общем-то, в возрасте и заслуженные были пойманы. Что дальше? Ну, прежде всего, мы дойдем до конца и в сфере переработки, и мясопереработки, и молока. То есть будут еще задержания, будут еще возбуждены уголовные дела. Следующий вопрос. Координационный совет сейчас в СМИ на другой стороне активно вот эту тему эксплуатирует. Обыски у граждан, которые, в общем-то, покинули нашу страну, но они хотят вернуться уже в другом новом качестве, в новую Беларусь, в новом статусе. Мы видели кадры, там видно, в общем-то, как они живут. Что вы там искали, что там получилось найти? Давайте начнем с того, каким образом подается этот информационный повод беглыми. Находясь за границей, они фактически утратили связь с Родиной. Вот есть такое классическое понятие. И они пытаются использовать любой информационный повод для того, чтобы о себе напомнить. Не делами своими, ничем, а вот именно этим. Ай-яй-яй, режим лютует. За последнюю неделю мы провели более 130 обысков и 145 наложений ареста на имущество у членов так называемого координационного совета, созданного Тихановской. Координационный совет признан экстремистским формированием в нашей стране. Возбуждено уголовное дело, которое расследуется Следственным комитетом. И санкцией прокуратуры, то есть на абсолютно законных основаниях, мы выполняем поручения следствия. На мой взгляд, важно то, что мы увидели квартиры, машины, дома, дачи. Конкретная история господин Чалый, который очень любит давать советы белорусской экономики. Мудствует относительно того, куда мы должны идти, как мы должны развиваться. По щиколотку пивных бутылок у него в квартире. Устойчивый запах алкоголя и столько грязи, сколько мы не видели, ну, наверное, в приличных притонах. Вот как может этот человек давать какие-то советы белорусской экономики? Долг за квартиру более 8 тысяч рублей. Но есть и другая категория граждан. Господин Латушка, который даже на воротах в свою усадьбу оставил свои инициалы. Решил, что он будет барином. Есть особый порядок производства по такой категории граждан. Иными словами, по тем обвиняемым и осужденным, которые находятся за границей. И государство в установленном законном порядке имеет право обратить взыскание на их имущество. Есть отдельная категория, так называемых беглых, которые расценивали события 2020 года как некий социальный лифт. Думали, что вот после определенных событий, вот он был никем и ничем, а завтра станет министром. Так не бывает. К сожалению, или к радости, так не бывает. Такие социальные лифты от Координационного совета, в общем-то, вряд ли возможно. Они есть, но они ведут вниз.